Здравствуйте! Вы смотрите Диалог. И сегодня у нас в гостях один из лучших специалистов в области акушерства и гинекологии. Готовьте ваши вопросы и присоединяйтесь к нашей беседе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прошло обучение в очно-заочной клинической ординатории по акушерству и гинекологии на базе Гомельского государственного медицинского университета. В течение трех лет была главным областным акушером-гинекологом Управления здравоохранения Гомельского облсполкома. С апреля 2014 года заведующая родовым отделением областной больницы. На вопросы, которые касаются деятельности областного роддома, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле. 777-68-45. Здравствуйте, Елена Николаевна. Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер, телезрители. Елена Николаевна, я поздравляю вас с наступлением весны, с праздником 8 марта. Хочу вам пожелать крепкого здоровья, хорошего настроения, чтобы работы у вас было много и чтобы она была только в радость. Большое спасибо. Пользуясь возможностью, мне бы хотелось поздравить всех женщин с наступлением весны, пожелать им крепкого здоровья, счастья, улыбок. Профессия у вас сложная. Работаете по принципу экстренных дежурств, как и хирурги. Должны акушеры обладать немалой силой и физической, в том числе, выносливостью. Уметь принимать решения и уметь нести ответственность за эти решения, которые порой бывают очень непростыми. Елена Николаевна, когда вы выбирали профессию, вы были готовы к тому, что такие у нее будут требования? Выбор профессии всегда для человека очень сложен. И когда я выбирала профессию, конечно, на это влияли люди, которые меня окружают. Однозначно была точно уверена, что это будет медицина. А все остальное, то есть каким специалистом буду, это сыграло роль, когда я смотрела на людей, которые относятся, например, к определенным категориям, как на акушеров-гинекологов. В своей жизни мне очень повезло. У меня были великолепные учителя. Я начинала работу в городском родильном доме. И я очень благодарна людям, которые меня воспитали. В нашей жизни это в первую очередь Киения Нина Александровна, Громова Виктория Вениаминовна, Петровская Тамара Викторовна, Лизунова Людмила Дмитриевна. Низкий поклон им за это, потому что эти люди – это олицетворение всего того, что мы видим в медработнике. Это и решительность, и возможность принять на себя решение, руководящую роль, и взять на себя инициативу. И все это я видела каждый день. Естественно, мне очень хотелось быть похожими на них, и хотелось воспитать в себе такие качества. Конечно, необходимо помнить о том, что просто так качества не проявляются. На это уходят многие годы, потому что над каждыми своими качествами ты работаешь, и тебе все время кажется, что еще надо работать долго и долго, для того, чтобы походить на тех людей, с которых ты берешь пример. От ваших решений, в прямом смысле, слово «зависит жизнь», «зависит здоровье» других людей. Вам бывает в некоторых ситуациях страшно? В принципе, страшно всегда, потому что ты отвечаешь за жизнь людей, и не за одного человека, ты отвечаешь за жизнь женщины и ее ребенка. И поэтому всегда вот этот страх присутствует для того, чтобы ты сделал правильный выбор, сделал правильное решение, правильный шаг, и чтобы все у этих людей было хорошо. Гомельская область, к счастью, продолжает бить рекорды порождаемости. Более 18 500 детей появилось на свет в нашем регионе в прошлом году. А сколько принял областной роддом? Областной роддом принял 3256 родов в течение 2015 года. Скажите, в среднем на одни сутки сколько приходится родов? В нашем роддоме около 9, а по Гомельской области около 50 родов. Елена Николаевна, у нас в продолжении этой темы есть сюжет, снятый в областном роддоме. Давайте мы все вместе посмотрим. В Гомельской областной больнице роддом не просто одно из подразделений. По большому счету это свой мир, где люди впервые видят солнечный свет. А еще в отличие от других отделений, где врачи постоянно призывают соблюдать тишину, здесь очень радуются громким крикам новорожденных. Впрочем, услышать, как живет еще нерожденный человек, сегодня можно даже до его прихода в этот мир. Это раньше врачи пытались определить необходимые им параметры с помощью медицинских трубок. Сейчас все по-другому. Стук сердца нерожденного человека – это не только показатель здоровья. Но еще одно подтверждение – скоро количество жителей Беларуси увеличится еще на одного малыша. Свою первую дочь Олеся Беленкова родила 14 лет назад и все последующие годы мечтала о втором ребенке. Девочка родилась в самом начале марта и сразу же получила имя Злата. Олеся старается не выпускать ее из рук. Это, говорит, самая огромная радость – родить ребенка. И называет свою Злату не иначе, как сокровищем. Сокровище мое долгожданное. Вот так вот. Да, Златушка. Улыбочка. Доченька моя любимая. Ну, что случилось? В нашей жизни случилось чудо. У нас на свет появилась долгожданная вторая доченька. Мы ее очень ждали. На самом деле произошло чудо. Сегодня в Гомельской области в расчете на каждую тысячу жителей рождается 13 детей. Это лучший показатель за всю новейшую историю Беларуси. И даже выше прогноза, заложенного в действовавшей до 2015 года государственной программе демографической безопасности. И такой показатель, который сегодня с гордостью называют медики. За последние три года на Гомельщине не умерла ни одна роженица. Выражаясь профессиональной терминологией, акушерские потери сведены к нулю. Что касается младенческой смертности, то она тоже значительно снизилась. В полтора раза. Только за время выполнения вот этой программы. Но мы, в принципе, достигли тех значений, показателя младенческой смертности, которые характеризуют высокий уровень развития современной медицины. То есть в европейских странах имеются такие же показатели на том же уровне. В развитых европейских странах. По словам медиков, в календаре есть определенные дни, когда наши женщины стремятся не рожать. 31 декабря, например, чтобы официальный ребенок не был на год старше. Ни одного ребенка в этом году в областном роддоме не появилось 23 февраля. И, как свидетельствует статистика, очень мало кто становится мамой 29 февраля и 8 марта. Однако в любом случае врачи всегда готовы принять роды и сделать все, чтобы маленький человек имел все шансы вырасти в человека взрослого. Говорят, что иногда случайно слышат оценку своего труда от посторонних лиц на улице или в общественном транспорте. И в большинстве случаев услышанное дает им повод для гордости за сделанную работу. Честно говоря, наверное, в подавляющем большинстве случаев я слышу положительные отзывы. И мне это очень приятно. Говорят, что очень душевный персонал, очень квалифицированные медики у нас работают, хорошие условия пребывания в нашем родильном доме. Но, наверное, не может быть так, чтобы вот абсолютно всем все нравилось. Поэтому иногда встречается и другое мнение. Кто-то рассчитывал получить больше, получил меньше. Внимание, может быть, каких-то очень добрых слов личных, душевного тепла. Бывает по-всякому. Но в основном, в большинстве случаев, это хорошие, добрые слова в наш адрес. ДИАЛОГ Вы смотрите Диалог. У нас в гостях заведующая родовым отделением областной больницы Елена Пашкевич. Есть телефонный звонок в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Пожалуйста, ваш вопрос. Да, добрый день. Слышно, да? Меня зовут Елена. Я из Мозыря. У меня вот такой вопрос. Мне 38 лет. Значит, у меня первая беременность после ЭКО, с третьей попытки. Значит, ну, беременность протекает нормально. Сейчас 28 недель. Вот ночью. И хотели бы вот по отзывам рожать именно в Гомельском роддоме. То есть, там платно, бесплатно, нам абсолютно все равно. Ну, то есть, как-то вот хотели бы именно к вам попасть. Скажите, можно ли это? И что для этого нужно? Сколько это стоит? Ну, такой вопрос. Спасибо большое за звонок. Елена, примите наши поздравления. Мы очень рады за вас. Елена Николаевна, пожалуйста, прокомментируйтесь. Значит, за всей информацией, которую спрашивала данная женщина, то есть, необходимо посмотреть ее документы, потому что у нас областной роддом относится к третьему перинатальному уровню. И действительно, в нашем роддоме рожают женщины с высокой группой риска. Но необходимо еще помнить о том, что ЭКО – это женщины высокой группы риска. Где проходила эта ЭКО? Иногда таких женщин мы направляем на четвертый перинатальный уровень. То есть, необходимо уточнить все документы. А учитывая, что наш роддом обслуживает область, то, в общем-то, проблем попасть в наш роддом, если есть показания и нет, и женщина может обратиться в любое время. Для этого необходимо, чтобы гинеколог, у которого она наблюдается, связался с областным роддомом. Вообще, отличаются беременности и роды после ЭКО от обычных, естественно? Естественно, отличаются, потому что, еще раз повторяю, что женщины после ЭКО – это беременные в высокой степени риска. Сама беременность. И, учитывая, что есть проблемы в репродуктивной системе, такие беременности чаще бывают многоплодные. И во время таких беременностей чаще невынашивание. То есть, такие беременности достаточно сложны, и их необходимо вести совместно акушер-гинекологам, женской консультацией, стационаров для того, чтобы сохранить данную беременность. И, конечно, сама женщина должна понимать, насколько эта беременность проблемна, и соблюдать все правила и рекомендации медицинских работников. Ну, то есть, риски, как я поняла, связаны не столько с самим вмешательством, сколько с состоянием репродуктивного здоровья женщины. Может быть, с теми проблемами, которые и мешали ей зачать самостоятельно, да? Да. И, учитывая эти все нарушения, необходимо помнить, что такую беременность надо контролировать на постоянно, для того, чтобы оказывать вовремя помощь и чтобы сохранить данную беременность. Я думаю, что все будет хорошо. Скажите, пожалуйста, день 8 марта. Как прошел в областном роддоме? Тяжелое выдалось дежурство или, в общем-то, рядовое? Ну, в общем-то, 8 марта у нас родилось 9 детей, из них 2 девочки и 7 мальчиков. Поэтому для мальчиков это был, наверное, такой хороший день, когда они смогут теперь не только поздравлять женщин, но и принимать поздравления сами. Это для мамы всегда рождение ребенка – событие исключительной важности, а для врача, для персонала роддома – это в некотором роде уже конвейер, уже ситуация привычная. Скажите, пожалуйста, вот эмоции притупляются со временем или рождение ребенка – это всегда такое ощущение чуда? Вообще, может ли врач переживать заруженницу, или здесь нельзя эмоционально вовлекаться в процесс? В общем-то, каждая женщина – это, конечно, переживание. Пока она не родила, переживают все. То есть ты переживаешь за эту женщину, за ее состояние, за состояние ребенка, и сказать, что отстраниться от этого процесса невозможно, потому что ты полностью вовлекаешься, ты смотришь, как проходят роды, как рождается этот ребенок, и, конечно, стараешься быть менее эмоциональным, но всегда эмоции переполняют. И вот только в тот момент, когда женщина родила ребенка, когда закончились роды, тогда уже ты вздыхаешь, и слава богу, этот ребенок родился. Просто со временем не притупляются эти эмоциональные, скажем, перенапряжения, а ты становишься более рационально, реагируешь на все то, что происходит с женщиной. Ты очень хорошо видишь ее психологический портрет, ты можешь оценить ситуацию, где она просто ведет себя несколько неадекватно, где у нее есть действительно осложнение, и оценить это просто, учитывая свой стаж работы, легче. И тогда ты на это немножко, скажем так, реагируешь не так, как реагировал в первые годы, когда тебе казалось, что твоя помощь необходима постоянно, и тебе было трудно определить, или это действительно у женщины какие-то проблемы, или это она просто, скажем, такая истероидная неврастеническая реакция на роды. Конечно, у всех разный характер, разный болевой порог. Можете уже предсказать, да, как ситуация будет разворачиваться? Ну, в общем-то, уже психологический портрет рисуешь женщиной, и тогда тебе просто... Но переживаешь и сочувствуешь всем, и даже мы иногда смеемся, потому что, начиная с санитарки, акушерки и так далее, все люди, которые присутствуют на роде, говорят, тужимся с каждой женщиной, то есть рожаем каждого ребенка, то есть частичку отдаем женщине, чтобы силы у нее увеличились. Кажется, рожаешь вместе с этой женщиной. Ну, вот хорошо, когда воспоминания потом о дне рождения ребенка светлые и радостные, а бывает же ведь, к сожалению, и наоборот. И роды бывают часто сопряжены с определенным риском. Скажите, пожалуйста, что влияет на этот процесс? Какие факторы? От чего зависит благополучие родов? Благополучие родов, во-первых, зависит от того, чтобы была планированная беременность, чтобы партнеры подходили очень серьезно к тому, что они собираются быть папой и мамой. Это их состояние здоровья. Кроме этого, это сама беременность, во время которой необходимо и помнить о физическом состоянии, выполнять все рекомендации врачей, наблюдаться у врачей. И сами роды, конечно, когда человек попадает в лечебное учреждение, не все были вообще или находились в этих лечебных учреждениях. Многие попадают первый раз, и психоэмоциональное состояние очень играет большую роль. И многие насторожены, потому что они не знают, что с ними здесь будет происходить. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы женщины, когда приходят в роддом, они уже имели представление о родах. Потому что, знаете, как спортсмен, который выходит на дистанцию, он заранее смотрит предварительно, какой могут сделать пробег. Там лыжник, лыжню проверяет. Точно так же наши женщины должны представлять, как будут проходить их роды. Когда они представляют, имеют представление, даже просто чисто такое отстраненное, то есть это первые для них роды, они уже знают, как распределить силы, как пройти эту дистанцию и что их ожидает. Тогда роды проходят легче. Еще один момент – это доверие медицинским работникам, к которым они приходят. Когда существует эта связь, то есть, как я говорю, что женщина на стороне медицинских работников, потому что у нас одна задача – помочь женщине, чтобы роды ее прошли легче, удачнее и было меньше осложнений. Тогда, конечно, роды идут, скажем, намного проще, легче, и женщина получает результат намного быстрее. Ну вот, наверное, в любой ситуации, когда человек попадает к врачу, ему хочется ответственность за исход этой ситуации на врача же и переложить. Женщина принимает роль пассивной пациентки. Вот чем такая позиция в родах может быть чревата? Расскажите. Ну, в общем-то, как и любой человек, мы всегда стремимся ответственность на что-то переложить на плечи рядом находящихся людей. То же самое это касается и пациентов, и врачей. И, естественно, если что-то идет не так, то говорим, вот видите, вы нам сказали что-то не так, и получилось, то есть человеку всегда легче, когда происходит что-то, что, скажем, не то, что мешает. То есть если идет не по его сценарию, то ответственность перекладывается на соседние плечи. Медработники сейчас, естественно, понимают эту позицию, но пациент должен сам нести ответственность за состояние здоровья. И поэтому вот это пассивное наблюдение сейчас неприемлемо. Все процедуры, все то, что происходит во время родов, врачи рассказывают пациенту, все назначения, которые выполняются, тоже объясняются, чтобы он не был пассивным наблюдателем, а он был активным участником родов. И неоднократно рассказывается, если там ставится капельница или записывается сердцебрение ребенка, для чего это делается, что будет происходить, как это будет происходить. То есть чтобы человек, который пациент, в общем-то разделял ответственность. И единственное, что, учитывая, что у нас есть и несовершеннолетние пациенты, то, конечно, у нас у них есть опекуны или родители, значит, они дают письменное согласие на какие-то вмешательства. То есть вся процедура, все роды объясняются, и все манипуляции, вмешательства делаются только по строгим показаниям. И все это, конечно, чтобы вовлечь в процесс родов пациента. А может пациент высказать в таком случае свое несогласие с каким-то определенным вмешательством? В общем-то, знаете, когда ничего не угрожает жизни пациента и ребенку, медработники могут согласиться, то есть принять сторону пациента. Но если что-то будет угрожать жизни пациента или ребенку, медработники консилиарно имеют право собраться, обсудить ситуацию и принять решение в интересах будущего ребенка и в интересах здоровья мамы. Потому что не все пациенты могут адекватно оценить ту ситуацию, которая может угрожать и в жизни, и в жизни ребенка. Поэтому тогда медики принимают это решение. Вот такая странная тенденция, наверное, последнего времени. Мужчины в Беларуси стали курить меньше, а девушки молодые и дамы зрелого возраста больше. Все вроде бы знаем, что курение вредно, но только врачи видят реальные последствия. Чем чревато курение для беременной, что происходит с ее ребенком? В общем-то, сейчас курящая женщина, особенно в беременном состоянии, это бич нашего общества. И мы видим, что даже после того, когда они попадают в лечебные учреждения, у нас можно свободно передвигаться по учреждению, они выходят, курят, несмотря на то, что продолжают лечение в лечебном учреждении, в роддоме, находясь беременными, все равно уговорить женщину отказаться от курения порой невозможно. Мы видим синдром плода от курящей женщины. Это обычно рождаются маловесные дети с нарушением функции дыхания, нервной системы. В более позднем возрасте такие дети страдают заболеваниями дыхательных расстройств, аллергиями, то есть нервной системой. То есть они достаточно проблематичны. Спасибо, Елена Николаевна. У нас есть вопросы от нашего телезрителя. Здравствуйте, мы слушаем вас. Алло, говорите, пожалуйста, вы уже в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер, Елена Николаевна. Здравствуйте. Меня зовут Раиса Аркадьевна. Вы меня очень хорошо помните. Я хочу вам сказать большое-большое спасибо за мою внучечку, которой в этом году будет 12 лет и которой вы своим участием помогли прийти в этот мир. Я вам очень-очень благодарю. Большое спасибо. Спасибо за звонок. Мы очень рады за вас и желаем пополнения дальнейшего в вашей семье. Продолжим. Елена Николаевна, вообще, по вашему опыту, насколько серьезно молодые люди сейчас подходят к вопросу рождения ребенка? Что бы вы посоветовали, как правильно подготовиться к этому событию? Вы знаете, радует молодежь. Молодежь стала действительно очень ответственно подходить к вопросу рождения детей. Мало того, что сейчас не только девушки, но и молодые люди обследуются до беременности. Беременности планируются. Кроме этого, во время беременности женщины наблюдаются обязательно в женской консультации. Мы видим успехи нашей медицины. Женщины рано становятся на учет, до 12 недель. Обследуются, проходят полные обследования, лечения. При необходимости они и в стационаре лечатся, и амбулаторно. И мы видим, насколько востребованы сейчас партнерские роды. Поэтому партнеры, для того, чтобы они участвовали в процессе родов, тоже сейчас это очень востребованная услуга. Что необходимо сказать? Необходимо сказать то, что для того, чтобы партнеры, беременность была планируемая, и необходимо полное пройти обследование, и также необходимо еще проходить курсы по предродовой подготовке. Потому что к родам надо подготовиться еще и морально. В женских консультациях есть курсы по предродовой подготовке, и есть еще курсы у нас при роддоме, а также есть частные курсы, где можно подготовиться и технику дыхания, и какие-то упражнения во время беременности и родов. То есть мы понимаем, что беременность – это физиологическое состояние женщины, над которым надо работать, и тогда совместное ожидание детей принесет большую радость семье. А еще могут быть и совместные роды, так называемые партнерские. Так вот, наши корреспонденты поинтересовались, что думают гомельчане о партнерских родах. Давайте посмотрим. Говорят, что это больше сближает, но я как-то не очень отношусь к этому. Почему? Может быть, просто это сложился такой стереотип, что неловкость я чувствую, что ли. Хочется какое-то уединение и с врачом просто вместе быть, чтобы тебе помогал врач. Обои моих сыновей были вот таким образом и приняты. Я присутствовал в природах. Не страшно было? Мне нет. Почему? Наоборот, жену поддержать. Тем более, так мне кажется, у медицинского персонала было более, так сказать, уважительное отношение к женщине, которой рядом присутствует муж. Как бы там не было, она практически одна вокруг. Ну, чужие люди. Поэтому, так сказать, поддержка мужская, мужское плечо здесь как раз пригодилось. Нормально отношусь. Ну, в принципе, во многих странах это практикуется, когда муж непосредственно, отец ребенка находится и там переживает это все. Хотя вы могли бы вот выдержать, скажем, психологически вот этот процесс родов, сидеть рядом? Не знаю, не пробовал. Ну, у меня еще просто нету детей. Конечно, лучше мужа, он роднее. Это же его ребенок, пускай присутствует и смотрит, чтобы второго тоже родили вместе. Немножко неэстетично весь процесс этот происходит. Когда я сама, я более себе уверена. А тут еще за него надо переживать. Я, честно, очень отрицательна. Потому что женское таинство все-таки должно оставаться женским таинством. И искусственно создавать влюбленность отца в ребенка, достаточно будет его любви и поддержки в то время, пока мама ходит беременной. Достаточно будет его участия, когда ребенок будет совсем мал. Не каждому мужчине нужно быть в родзале. И далеко не каждая женщина захочет, чтобы любимый видел ее в самом неприглядном виде в родах. Мы с мужем планировали партнерские роды, но, к сожалению, или к счастью, получился немножко другой исход. И я бы была рада его видеть во время схваток, то есть до момента поступления в родзал. Вот те длительные моменты, когда больно, мучительно, хочется страшно и хочется видеть рядом родного человека, который поможет, помассажирует, поддержит. Отрицательно. Ну, как-то женщина и женщина, не знаю, может, стесняется, не стесняется. Ну, как в моем возрасте, допустим, все, то отрицательно. Мне кажется, это очень хорошо, потому что... Ну, это психологически тяжелый и физически тяжелый момент для женщины. И когда рядом близкий человек, который даже держит за руку, это прекрасно. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. Говорим сегодня о деятельности областного роддома. 77 68 45, номер телефона в нашей студии. Елена Николаевна, а как сами врачи относятся к партнерским родам? Как показывает практика? Справляются мужчины с такой задачей? В общем-то, в нашем роддоме эта услуга, партнерские роды, очень востребованы. И медицинский персонал очень положительно относится к поддержке близких людей, семьи во время родов для женщины. Не обязательно ведь будущий папа присутствует, да? Это может быть и другой член семьи? В нашем случае, то есть каждое лечебное учреждение само решает и определяет, кто может присутствовать. Это, в общем-то, личная проблема данного учреждения. У нас партнером может выступать муж или мама. Мы считаем, что эти близкие люди наиболее, скажем, лучше знают партнершу. Они могут оценить ее, поддержать, любые изменения ее настроения почувствовать. И действительно, это та поддержка, которая надо, чем посторонние люди, которые, скажем, случайны и, скажем, мало знают о данной женщине. Вот такие роды, они проходят легче? Естественно, проходят легче. И я приветствую, когда в первый период, как мы уже слышали мнение, действительно, когда женщина попадает впервые в какое-то лечебное учреждение, ей помогают все. Неизвестный медперсонал, неизвестная обстановка. И, естественно, в это время поддержка близкого человека, а еще роды, роды немножко делают женщину более уязвимой, если рядом будет находиться близкий человек, который ее поддержит, выступает в роли защитника, опорой, который сможет ее и помассажировать, и поднести водичку, и утешить, и погладить. В общем-то, вот эта поддержка очень важна, особенно в первый период. Мы обратили внимание, что только где-то около 20% наших партнеров присутствуют при втором периоде родов, собственно, при рождении ребенка. А 80%, конечно, предпочитают этот интимный, скажем так, период переждать в более спокойной атмосфере. А как только рождается ребенок, они тоже появляются. Женщина волит в подходящий момент. Мы приводим, показываем папе ребенка, и, в общем-то, тогда никаких проблем не возникает. То есть он присутствует при этом. Спасибо, Елена Николаевна. У нас есть вопросы от нашего телезрителя. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте, меня зовут Инна. Я хотела бы выразить слова благодарности Елене Николаевне. Год назад я приняла моего долгожданного малыша. Мы уже большие. Спасибо вам огромное и вашему коллективу, и акушеркам, и врачам, и санитарочкам. Вы создали такую обстановку, которая дала возможность не волноваться, быть уверены в том, что все будет хорошо. Огромное-огромное вам спасибо. Большое спасибо. Спасибо за звонок. Приходите еще раз, если так все вам понравилось. Давайте продолжим. Елена Николаевна, а с родами на дому вы сталкивались с вашей практикой? В общем-то, за этот год, за 15-й год, только 9-10 родов по области у нас произошли вне стационара. То есть это незначительная цифра. Это говорит о хорошей работе профилактической врачей женской консультации, которая проводит большую работу, о ответственном поведении наших беременных женщин, которые понимают, что необходимо наблюдаться, обследоваться и рожать в родильных домах. Не зря люди создавали перинатальные центры и много времени тратили на оборудование этих центров для того, чтобы помочь маме во время беременности и родов. Поэтому, в общем-то, эти показатели говорят сами за себя. То есть популярности такая тенденция у любителей естественности не набирает? Нет, нет, нет. Потому что все равно в последний момент всем хотелось бы, чтобы, не дай бог, если какие-то экстренные ситуации возникают, хорошо, когда рядом команда, которая может быстро оказать помощь. Если такой команды нет, бывают проблемы. Ну вот, а с теми случаями, с которыми пришлось столкнуться, там благополучно все прошло? Ну, в принципе... Скажите, пожалуйста, ведется ли в роддоме статистика, какой ребеночек, появившийся на свет, по счету своей семьи? Второй, третий, четвертый? Обязательно ведется такая статистика. Вот, например, в 2015 году 40% родов это были первородящие женщины, 35% повторно родящие женщины. То есть необходимо отметить, что 2015 год он немножко ознаменовался тем, что больше появилось. Люди стали рожать вторых, третьих детей, а то и четвертых. Даже так. А близнецов сколько появилось? В нашей области 199 двойн и одна тройня. Это естественные беременности или это вмешательства? Это технологии. Технологии. Средний возраст женщины при рождении первого ребенка примерно составляет около 25 лет в области. Но ведь и крайности тоже бывают. Можете вспомнить о самых юных рожениц и самых взрослых? Ну, в общем-то, в 2015 году старше 45 лет у нас родилось в области 10 женщин. В нашем роддоме месяц назад рожала женщина 46 лет, у которой 3 дочки, 2 внучки, и она родила себе сына. Какая молодец. Какая молодец. Через естественные родовые пути, то есть родила сама, не путем операции Гестерева. А самые юные роженицы? Самые юные – это 15-летние. Ну, к счастью, таких у нас не так много. Спасибо, Елена Николаевна. Есть у нас телефонный звонок на линии. Здравствуйте. Добрый день. Мы вас слушаем. Скажите, пожалуйста, у вас за границей широко используется федеральная анестерия. Насколько я знаю, что у нас не так широко используется. Скажите, а почему? Спасибо. Для каждого метода обезболивания необходимы свои показания. Если такие показания существуют, то этот метод обезболивания используется и у нас. В областном роддоме применяется? Применяется. Но я еще раз повторяю, что существует масса других методов обезболивания, которые тоже достаточно эффективны. И не обязательно это эпидуральная анестезия. Ну, наверное, роженица сама ведь не может оценить, что нужно именно ей и в каком конкретно случае. Может ли человек просить об обезболивании? Или это уже врач исходит из каких-то своих соображений? В общем-то, здесь необходимо помнить о совокупности, о индивидуальной переносимости, о психологическом портрете данной пациентки. То есть оценивается врачом все в совокупности. И, естественно, еще мнение врачей, которую данную анестезию можно или нельзя применить для данной женщины. Елена Николаевна, есть у нас еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Елена. Я хотела выразить огромную благодарность девочкам из родильного отделения, врачам, акушерочкам, санитаркам тоже. Я рожала двоих деток и просто спасали меня и моих детей. Поэтому спасибо. Огромная благодарность за то, что вы есть, за то, что вы иногда помогаете. Спасибо большое за звонок. В целом, Елена Николаевна, какой процент родов проходит без осложнений? 40% по нашей области. Это много или это... В общем-то, в данной обстановке это очень хороший процент. Как часто применяется кесарево и в каких случаях? Кесарево сечение применяется по показаниям со стороны мамы или ребенка. Потому что мы понимаем, сейчас женщина не рожает много детей, и каждая беременность, конечно, желанна для женщины, и она хотела бы получить результат. И в среднем процент кесарево где-то он варьирует в разных регионах и в зависимости от уровня перинатального центра где-то до 22-25%. Естественно, учитывая, что наш роддом, он третьего уровня, количество кесарево здесь будет намного больше, потому что здесь рожают женщины высокой группой риска. Скажите, пожалуйста, какие наиболее распространенные патологии у ваших пациенток? Значит, наиболее распространенные – это сердечно-сосудистая система, артериальная гипертензия, диабеты, заболевания мочеполовой системы. Также заслуживает внимание отдельная группа женщин с избыточной массой тела, которые доставляют нам очень много проблем. Ну вот как раз мой следующий вопрос. Можно ли было предупредить эти проблемы, чтобы потом избежать, естественно, каких-то рисков в родах? Наверное, с массой тела как-то еще? Ну, можно разобраться, да? Что касается заболеваний, вот что бы вы посоветовали? Во-первых, это диспансеризация. То есть для того, чтобы запланировать беременность, если у вас есть какие-то хронические заболевания, вы обязательно должны обратиться к тем специалистам, какие заболевания у вас есть, и спросить у них разрешение, возможно или невозможно, и в какой ситуации возможно рожать детей. Специалисты обычно готовят таких женщин. Понятно, что необходимо, чтобы у них была возможность родить детей. Сейчас в связи с новейшими технологиями женщины рожают такие, которые раньше с патологическими какими-то изменениями было запрещено рожать по состоянию здоровья, потому что это угрожало их жизни. Поэтому сейчас наблюдение таких женщин, мало того, что до беременности, во время беременности, проходит со смежными специалистами. Это и с кардиологами, эндокринологами, урологами. То есть такую женщину ведут несколько специалистов, помимо акушеров-гинекологов. Какими техническими возможностями сегодня обладает областной роддом? Ну, в общем-то, необходимо сказать, что в городе Гомель три родильных дома, которые очень хорошо оснащены, имеют хорошую материально-техническую базу, оборудование и возможность оказывать помощь беременным женщинам со сложнениями. Кроме этого, все роддома обладают очень хорошими, высококвалифицированными специалистами. Бывает ли, что женщины отказываются от детей? В нашем роддоме в этом году таких случаев не было. Ну и слава Богу. Ну и хорошо бы и не было вообще. Елена Николаевна, что бы Вы хотели в завершении нашей беседы пожелать нашим телезрительницам, Вашим пациенткам, Вашим коллегам прекрасным? Я бы хотела передать низкий поклон своим коллегам, сотрудникам всего роддома, начиная от санитарок, заканчивая руководителями, всем смежным специалистам, которые принимают участие. Только благодаря командному духу мы можем иметь такие показатели. Огромное Вам спасибо за Вашу работу. Конечно, хотела бы пожелать всем женщинам смеха в Ваших семьях детского и тех, кто планирует беременность. Пускай Аист в этом году принесет Вам счастье в Вашем доме и, конечно, всему населению мирного неба над головой. Спасибо Вам огромное за сегодняшний диалог. Сегодня на Ваши вопросы отвечала заведующая родовым отделением областной клинической больницы Елена Пашкевич. Спасибо Вам за внимание. Всего Вам самого доброго. Это весной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова